Всем привет, меня зовут Эд и вы на канале Проект Магнит. Этот ролик вам расскажет о трудной истории жизни, о преодолении, о силе духа и вере в свою мечту. Перед вами Норман Мэлоун, он из Чикаго. Жил этот маленький мальчик в семье, где в роли тирана выступал его отец. Он чуть ли не каждый день избивал свою жену, самого Нормана и двух его братьев. Чтобы как-то сбежать от проблем, маленький Норман пристрастился к фортепиано. Играя, он забывал об отце и всех тех трудностях, которые он создавал семье своим деспотичным поведением. Шли годы. Норману стукнуло 10 лет. С годами отец стал еще более жестоким и, кажется, сходил с ума. И, наверное, вы спросите, почему жена не подала в милицию. Дело в том, что даже сам Норман не может понять или вспомнить, почему мама этого не делала. Возможно, она просто боялась. И вот все дошло до того, что его мать страшилась спать одна и просила своего 10-летнего сына быть рядом. Норман часто не спал. Он был в ожидании очередного внезапного нападения от отца. Уже не раз он брал на себя удар, спасая маму, когда отец в бреду врывался в спальню. И вот однажды у того окончательно съехала крыша. И он подкрался к спящим жене и детям с молотком. И все, что может вспомнить Норман, это как очнулся в больнице вместе с семьей. А их отец, как сообщили, покончил с собой сразу после нападения. И самое страшное было для него не это. Это скорее было освобождением. Дело в том, что отец после себя оставил жуткие следы. Он отнял у сына самое ценное – музыку. Папа покалечил его навсегда. Что не пытались сделать врачи, но все безуспешно. Правая рука Нормана навсегда осталась парализованной. Боль от произошедшего живет в нем до сих пор. И, наверное, обида на отца по сей день таится у него в сердце. И вот, казалось бы, о музыке можно забыть. Однако, вопреки обстоятельствам, Норман продолжил практиковаться одной рукой. Много раз он плакал от сожаления, что не может добиться должного ритма и звучания. Он четко осознал, что о профессиональной технике и речи быть не может. 30 лет он работал хормейстером и тайно от всех продолжал играть одной рукой. Никто и не подозревал, что происходит за закрытой дверью, что там за ней сидит Норман Мэлоун и делает то, что в свое время спасало его от кошмаров детства. Норман знал, что уж кто-кто, но соседи, по крайней мере те, которые живут этажом выше и ниже, знают и в курсе, чем он занимается. И при виде его, они с восхищением смотрят ему в глаза и, хоть и не говорят прямым текстом, но хвалят его за его старания. Ни один человек не смел даже пожаловаться на звуки фортепиано, вдруг доносящиеся посреди ночи. Наоборот, как утверждает один сосед, когда он слышал, как Норман играет, он вдохновлялся. Если у него в жизни шло что-то не так, то эта музыка словно исцеляла, давала надежду. Ведь он знал, что там этажом ниже сидит однорукий пианист, который продолжает играть свою музыку. И в конечном счете соседи собрались, чтобы организовать Норману полноценный концерт, ведь он этого заслужил. Это не может продолжаться за закрытыми дверями, решили они. И вот в один из дней они собрались, арендовали зал и попросили Нормана сыграть для них. Сказать, что он был тронут, это ничего не сказать. И на тот момент, когда он, так скажем, открылся миру, ему было 79 лет. И сейчас он является полноценным выступающим профессиональным пианистом со всеми вытекающими привилегиями в виде хорошего заработка и популярности. Да и в конце концов, каждый творец хочет делиться своим творчеством с людьми. И если это удается, то в этом есть чудо. Вот так Норман Мэлоун из Чикаго, не бросивший то, что он любит, наконец воплотил свою мечту, пережив много боли и буквально выстрадав каждую ноту. Я надеюсь, эта история вдохновит вас, подтолкнет к тому, чтобы не опускать руки. Если в вашей жизни происходят проблемы, есть боли, страдания, то надо это принимать. От этого никто никуда никогда не убегал. И вопреки этому нужно идти дальше, идти вперед к своей мечте.